Всем привет, с вами как всегда Бэринг И чё-то как-то я зашёл на свой прошлый ролик, посмотрел на количество лайков, просмотров и такой вау Огромная вам благодарность за активность, за как раз таки те самые лайки, просмотры, комментарии И вот те люди, которые получают по 20 тысяч за свои комменты под прошлым видео Ну и следующий розыгрыш тоже будет аналогичным Сколько лайков под этим роликом собираются? Столько тысяч долларов на втором Тринити и разыгрывается И если у вас есть желание получить ещё по 50 тысяч сверху, то тогда добро пожаловать в описании Там всё расписано, чё куда и как И теперь что касаемо этого ролика На Тринити в Гетто я уже успел поиграть и в роли парня, и в роли девушки В роликах вы всё это в принципе могли видеть Но знаете, вот эта вот банальщина, играть человеком, ролплей, как-то фу Вот прпшить за собаку, это самое оно Так что сейчас я довольно коротко, исходя из своего опыта, расскажу Можно ли вообще на Тринити адекватно ощущать себя, играя подобную роль животного Зарегистрировал аккаунт собаки, а кто не в курсе, то аккаунт собаки это просто Самый обычный аккаунт на сервере, но в никнейме сначала идёт слово док, а потом кличка животного И как бы всё, можете уже спокойно прикидываться псиной Так вот, зарегистрировав аккаунт, я сразу же направился в Гетто Потому что на Тринити именно там находится своеобразное скопление более-менее рпшного народа И направляться не к рпшным людям для меня было бы довольно глупо Учитывая, что я собирался играть роль, которая является, скажем, не особо стандартной И я, значит, такой пришёл на грув И вот в чём прикол роли животного В случае игры за человека, нужно было бы придумывать какие-то предлоги, чтобы к кому-то там подойти Как-то продумывать начало ситуации, придумывать идею и всякими такими вот вещами заниматься В случае же с собакой, ты такой просто подбегаешь к народу, отыгрываешь, что обнюхиваешь их Я лично в сложду ещё поинтересовался, есть ли у кого-то еда, мне ответили и всё Дальше просто играешь обычные действия собаки, которая учуяла запах еды То есть там как-то трёшься около источника этого запаха, виляешь хвостом И я, короче, писал просто, что вообще в голову приходило И здесь я ещё также сделаю небольшое отступление, которое именно к роли собаки какого-либо отношения не имеет Это имеет отношение к довольно странной, как мне показалось, работе администрации в одной игровой ситуации И я такой подумал, а почему бы это и не показать Подходя к грувам, я там сразу же наткнулся на явно не особо рпшную ситуацию Где парни деймились между собой, и у одного из них было имя Ашот На этом моменте, я думаю, уже многое становится понятным И вы примерно догадываетесь, о ком сейчас пойдёт речь Этого Ашота по итогу убили, но он оказался непростым парнем У него был характер И поэтому спустя какое-то время он решил довольно-таки эпично вернуться обратно После этого он там ещё побежал с кем-то деймиться И в этой ситуации администрация просто отписала в чат, мол, успокоились, прекратили дейм И, как я понял, никого наказывать не собиралось После этого минут на пять этот Ашот, видимо, куда-то отлучился И потом опять ворвался на худ с новыми силами и со всякими неадекватными действиями Короче говоря, на протяжении получаса он приезжал, деймил народ Писал в чат полнейшую хреновину, взрывал транспорт Мы при этом при всём отписывали в репорт Админы отвечали, что проследят Но наказали этого парня только спустя полчаса Когда он явно уже успел испортить игру немалому количеству людей Да и на самом деле, может его и не наказывали А ему самому просто надоело страдать такой хреновиной Здесь я сделаю небольшую вставочку Я посмотрел лог наказаний по этому нику на сайте Тринити И, как я понял, то этот аккаунт уже заблокирован за спидхак И до этого бана он получил всего лишь одно наказание Это пять минут тюрьмы за помеху в работе И, как вы понимаете, за те действия, которые он совершал в районе Грув Ему просто ничего не сделали Я понимаю, что то, что я сейчас рассказываю про эту ситуацию Вряд ли что-то изменит Но у меня просто в те моменты довольно сильно пригорало И поэтому надеюсь, что, возможно, чё-то как-то всё-таки и изменится, и справится Да и вообще, помимо этого Ашота Там тоже ситуаций интересных было немало И вот, знаете, то самое чувство, когда ролик вроде как про роль собаки Но ты уже просто больше половины видоса рассказываешь вообще о другом Поэтому давайте я всё-таки вернусь к изначальной теме Как я уже сказал, играя за собаку, довольно просто вливаться в какие-то рпшки Начинать взаимодействие с людьми Но здесь есть ещё и противоположный, негативный момент По крайней мере, лично для меня это было не особо удобно В общем, собаки как бы не умеют разговаривать И поэтому тут просто слэш мечат становится вашим основным оружием для ролплея И все действия, ну или большинство действий необходимо делать именно подобным образом Но так или иначе, несмотря на какие-то возникающие трудности Мне всё же удалось позавязывать всякие рпшки Сначала я на ходе грув привязался к одной компании парней Они меня покормили, потом ещё помыли И в общем, эта ситуация длилась где-то около часа И получается, я просто прикатил на грув И без особого напряга намутил рпшку Которую в дальнейшем мне и самому реально было интересно и увлекательно отыгрывать То есть, вот эта вот минимальная нестандартность роли Насыщает ситуации какими-то новыми ощущениями И игра приобретает слегка другие оттенки После этого я ещё направился в сторону Балас И там тоже на меня отреагировали вполне себе нормально Начали гладить, играть с собакой Я на это, понятное дело, отвечал своими действиями И в общем и целом, как минимум в гетто Где немало рпшного народа Роль собаки отыгрывать и вправду можно На это нормально реагируют И явно найдутся люди, которые захотят с вами какие-то ситуации поиграть В будущем я, возможно, ещё как-то поделаю такие типа эксперименты Где буду приставать в не особо типичных, в не особо привычных ролях Так что, если у вас есть какие-то идеи То добро пожаловать в комментарии В этом ролике я, конечно, не слабо так отвлёкся на левую тему Связанную с этим ашотом и не особо активными админами Но, как по мне, то лучше я об этом хотя бы так расскажу И, возможно, по итогу чё-то поменяется Ну а меня по-прежнему зовут Беринг Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И до выпуска новых видеороликов Субтитры сделал DimaTorzok Бум!